Наташка молодец! Все-таки, наверное, одна из всех обзорщиков, блогеров, кто не побоялся Самвелку и, слушайте, разнесла его в пух и прах. Можно сказать, даже размазала. Я когда послушала, что она говорит, я прям в шоке была. Всем огромный-огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами не про Уралочку, не про доброделов, не про другие какие-то каналы, а у нас сегодня новенькая, горяченькая. И меня давно как-то просили в комментариях у Оля, ну, сделай обзор канала Самвел Адамян. И, знаете, вот как-то я, и это уже очень-очень давно, потом дальше были такие комментарии, я зашла к нему на канал. Я, конечно, очень люблю Украину, мне нравится украинский язык, мне нравятся украинские приколы, одесские приколы. И как-то я смотрела видеоролики, но что-то я, знаете, вот не залипла на этот канал, потому что у меня слишком много эмоций относительно всего того, что я видела. Как-то вот такое двоякое мнение было, мне было жалко эту маму, которая как марионетка в его руках. И как-то порой было жалко и его. Но потом, когда я больше погружалась и понимала, то, знаете, вот брали нервы, вот думаешь, ну, пожилой человек, ладно, это пожилой человек. И это мама, как ни крути. И как-то подруга нам с мужем жаловалась, якобы, говорит, я так устала от своей мамы, на что муж мой сказал. Говорит, не говори так больше никогда, иначе, говорит, я не буду с тобой разговаривать. Говорит, ты себе не представляешь, как я скучаю по маме, как я хочу поговорить с ней по телефону. Но это уже, к сожалению, невозможно. И поэтому, знаете, вот я реагирую на его видеоролики как-то остро. Не знаю я вот, ребят, но для меня он просто вот реально, как какой-то кукловод. Почему я решила, ну, поделиться, наверное, своим мнением? Я даже не знаю, буду ли я в дальнейшем снимать обзоры на его видеоролики. Просто вот недавно, да, ну, так как я его смотрела, да, и иногда смотрела, заглядывала на канал Наташи Курбановой, мне всплыло видео, где Наташа просто-напросто, да, разнесла его, размазала. Это такой эмоциональный ролик, что я, если честно, была в шоке. Попытались мне как-то, да, видеообзоры на Самвелла, тоже смотрела, тоже интересно очень, да. И я смотрела для чего? Для того, чтобы вот, ну, понять, правда, кто он такой. Согласиться, не согласиться с обзорщиками, вот как-то вот, чтобы определённо как-то понять, кто такой Самвелл. Потому что, ну, в основном, да, мне было очень жалко его маму. Хотя тут иногда вот я злилась прям на неё тоже, что такая прям властная-властная, капризная-капризная. Но в то же время я прекрасно понимала, что Самвелл, он актёр. Актёр, он актёр, и вся жизнь его это как постанова. И, знаете, вот что-что, актёрские данные у него есть. Ну, а актёру, знаете, легко быть блогером. Ну, согласитесь. Поэтому вот как-то вот я открыла видеоролик Наташи, и я, конечно же, была в шоке. Видеоролик настолько эмоциональный. И я не знаю, вот я же говорю, что я как-то так вот в подробности не углублялась. Понимаю, что, видимо, там у них заваруха была конкретная. Наташа не выдержала, терпелка лопнула. И, в общем, она высказалась. И как-то я её и поддерживаю, потому что, вот правда, она говорит как кукловод, что вертит, крутит этой мамой, и весь канал именно на маме. И вот видеоролик, где он едет в машине и ноет, что вот, заберите экземпляр, уже готовый, раскрученный, забирайте. Представляете, мама для него раскрученный, раскрученный экземпляр, да, вот забирайте, да, и работайте, что якобы не хочет он ничего. Да я тебя умоляю, Самвел, ты не отдашь. Что ты будешь делать без денег, которые на маме, по сути, и смотрят из-за мамы. Не из-за того, что там Самвелка такой интересный человек, и канал такой любознательный, нет, приходят именно посмотреть на маму. И плюс, да, прикольный говор украинский, приколы на Украине, такие вообще, ну, в Украине, на Украине. У нас говорят постоянно на Украине, поэтому я вот и спрашиваю в Украине, на Украине. И говор интересный, и приколы интересные. Я сама вспоминаю, когда мы были в Одессе на привозе, да, и стояли, выбирали арбуз, значит, с дыней. И дальше мимо нас там женщина шла, не мимо нас, около нас, мимо прилавков. А там так настолько узкий проход был, ну, женщина была габаритами, как уралка, не, вообще-то поменьше. И, как помню, продавщица кричала, корова потная, смотри, куда идёшь. Мы тогда сможем, ну, во-первых, мы в шоке были, но потом мы очень долго смеялись. Ну, конечно, это, по сути, не очень красиво, но порой они как скажут что-нибудь, так это можно упасть. И особенно шутки наших друзей с Одессы, это что-то с чем-то. И я говорю, я вот люблю Украину, мне иногда хочется просто зайти на канал Самвелла, потому что там прикольный говор, и они что-то прикольное говорят. Но, по сути, да, не знаю я, как относиться к этому человеку. Я лично как-то отношусь негативно. Негативно я говорю, потому что, ну, правда, кукловод, который именно снимает ролики со своей мамой. Мама у него прекрасная актриса, у него прекрасная постанова. И, знаете, что ему ещё снимать, да? Я иногда даже не могу понять, ну, почему у него нет жены, почему он сам, какой-то его говор для меня довольно странный. Но это, я вам говорю, такие вот впечатления первые, да? Потому что, ну, я не залипала на его канале, чтобы это сидеть, да? Каждый видеоролик смотреть, 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 чтобы что-то понять. Я говорю, вот несколько посмотрела тогда, когда мне написали. И что-то как-то думаю, ай, нет. Тут Наташу раньше где-то смотрела. Мне нравится, такая позитивная женщина. И тут я увидела, думаю, ну, ничего себе. Вспыл ролик, думаю, ну, ничего, разнесла в пух и прах. Думаю, это же надо быть смелой такой, слушай, и горячей. И, короче, ну, сдали у человека нервы, и она не выдержала. Взорвалась и взорвала ее дуб. Ну, и, ребят, не знаю, вот хотели бы вы видеть обзор на Самвела, и вообще, что вы вот сами думаете про него? Не знаю, у меня не вызывает он положительных эмоций, не вызывает сам никакого интереса, именно потому, что, ну, вот такое какое-то отношение к маме. Что он говорит, что он там на побегушках, так всякое то и сёе. Ну, так он именно и хочет быть на побегушках для Ютуба. У меня такое мнение, что он именно хочет быть этим таким зайчиком-побегайчиком, исполняющим желания мамы. Но отношение у него к маме я не вижу, что какое-то оно тёплое. Не вижу я этой такой вот любви. Вижу, ну, мужика-хама. Особенно, когда он на дороге обозвал женщин, как он назвал, коровы или кобылы. Ну, это уже вообще перебор, и ещё и матерился. Короче, неприятный тип, ребята. Напишите вот, что вы думаете по этому поводу, и хотите ли вы какие-то такие разборы видеороликов, обзоры именно на самвелку. Напишите в комментариях. И, кстати, хотела я у вас спросить. Уже спрашивала, но что-то ни одного ответа пока не увидела. Относительно Инночки Судаковой. Кто смотрит вообще эту мадамочку, и хотите ли вы обзоры именно с этой леди. Ну, я уже говорила, что леди похожа на уралочку. Ну, она, наверное, больше пьёт, нежели ест. Очень сильно матерится. Она одинокая. Она не любит свою маму. Постоянно с ней в контрах. Ну, и также у неё порой такие высказывания, что волосы на голове становятся дыбом. Как она хоронит своих подписчиков, то бишь блокируя их, ну и всяко прочее. Если вы хотите обзоры тоже на эту леди, обязательно напишите. Ну, и жду ваших комментариев относительно самвелки. И буду заканчивать такой короткий видеоролик. И у меня, ребят, всё. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, каждому из вас наипрекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас всех. Пока-пока.